Музыка 23 день июля начинается. Необычный конкурс проводит Минский зоопарк. Он предлагает всем желающим побороться за право назвать нового постояльца. Верблюжонок, который родился два месяца назад, пока живет с мамой в одном вольере. Но они уже готовы показать себя посетителем. Придумать прозвище для верблюжонка администрация зоопарка решила со всей страной. Для этого достаточно до 1 августа отправить вариант имени на электронную почту и оставить свои контактные данные. Итоги станут известны 9 августа. В этот день главный зоопарк страны отметит свой 30-й день рождения. Доброе утро! Меня зовут Денис Липкин. Внутренний эспрессо расскажет о самом интересном, что происходит с нами и вокруг нас. Смотрите сегодня. Новый вид пресских дорог. В теме дня поговорим о графике работ дорожных строителей. Печать. Перелистываем страницы региональных газет в рубрике «Обзор прессы». Просто пальчики оближишь. Очередной рецепт от шеф-повара. Начнем. Из Бреста в Калининград по понедельникам и четвергам летает самолет. Регулярные рейсы будут осуществляться до сентября. Также на время теплого сезона до октября город над Буком связан авиасообщением с курортами Турции и Болгарии. Например, в Анталию изначально было запланировано совершить 22 чартерных рейсов. Но турфирмы сделали заказ еще на 9 полетов. Также часто на аэродроме Брест принимают чартерные судна. Вообще, в планах Министерства транспорта и коммуникации в будущем открыть воздушное сообщение между областными центрами Беларуси. А пока уточняем прогноз погоды на день, который только начался. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем не менее интересными новостями. Строители из Брестской области работают на различных объектах в других странах. В частности, на строительстве горлыско-обогатительного комбината по производству калинных солей в Туркменистане. На возведении и реконструкции зданий в Москве и в других городах. Большие объемы выполняются и в Беларуси. Так, специалисты строительного треста номер 8 участвуют в строительстве белорусской атомной электростанции в Гродненской области. Возводят они значимые социально-культурные и медицинские объекты в нашем регионе. О каких не менее важных событиях из жизни Брещины пишут сегодняшние газеты, узнаем в нашей постоянной рубрике «Обзор прессы». В газете «Вечерний Брест» за 23 июля вы найдете подробную программу празднования Дня города Бересте 2014, анонс главных мероприятий уикенда, а также. Некоторые банки отказываются брать плату за коммунальные услуги наличными деньгами, предлагая людям использовать пластиковые карточки, инфокиоски или интернет. Но многие Брещане упорно предпочитают расплачиваться куперами и для этого идут на почту, где возникают огромные очереди. В ситуации разбиралась журналистка «Вечернего Бреста». С 27 июля автомобилисты за прежние нарушения будут платить штрафы по-новому. Изменился размер санкций для любителей прокатиться с ветерком, без прав или припарковаться на свежем тротуаре. Подробности об актуальных нововведениях узнал корреспондент «Вечерки». Молодой специалист, отучившись в Брестском вузе, вместе с предложением о трудоустройстве получил повестку из военкомата. Но поскольку работать предстояло в Венесуэле, о долге перед родиной мужчина и думать забыл, чем дело кончилось и ждет ли еще его Латинская Америка, сообщает «Вечерний Брест». Девятиклассница Юлия Емельинович из Барановичской гимназии номер два сможет бесплатно учиться в любом российском вузе. Это право она завоевала на Международной олимпиаде по русскому языку, которая проходила в Москве среди учеников 16 стран. Подробности об успехе гимназистки в статье «Язык до Москвы довел», опубликованный в сегодняшнем номере Барановичской объединенной газеты «Наш край». В воскресенье 20 июля у мемориального комплекса «Сдитовская оборона» состоялся концерт «Рэквиэм», посвященный 70-летию освобождения Березовского района от немецко-фашистских захватчиков. С первых минут театрализованного представления с партизанами, воинами-освободителями, стихами и песнями военных лет, зрители окунулись в суровую атмосферу более чем полувековой давности, пишет газета «Маяк». Пожарный аварийно-спасательный пост номер 12 города Березы находится в деревне Хойники. Начальник поста Сергей Жукович указом президента Республики Беларусь номер 331 от 30 июня 2014 года был награжден медалью за бездокорную службу. Подробности на страницах Березовской районки «Маяк». Настоящий художник сделает картину на чем угодно. Анна Барушка, режиссер Народного театра Березовского дома культуры, в свободное время осваивает искусство фейс-арта, расписывает лица знакомым девушкам. Об этом читайте в газете «Маяк». О чем прочитать, узнаете из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Продолжаем говорить только об актуальном. В последние дни любой автовладелец Бреста не мог не заметить активные дорожные работы в городе. Сегодня в разговоре за чашечкой эспрессо уточним, сколько и какие дороги в областном центре будут отремонтированы. В «Утреннего эспрессо» Владимир Аутко, генеральный директор Брестского городского ЖКХ. Владимир Федорович, утро доброе. Доброе утро. Ну, как я уже сказал, любой автовладелец наверняка видит, что сейчас дорожные строители, как муравейник, напоминают город. И везде преобразуются дороги. Везде ли? Сколько уже сделано и сколько планируется? Начну, наверное, все-таки с планов. Поскольку без планирования нет нормальной работы, у нас есть программа ремонта дорог на 2014-2015 год. Если говорить о капитальных вложениях, планируемых на этот год, то это порядка 40 миллиардов рублей. В километраже это 35 километров дорожного покрытия. То, что необходимо сделать сплошным асфальтированием. Ну, этих 35 километров, это будут сделаны какие улицы? Центральные? Нет, не только центральные улицы. Это улицы, которые находятся и на Речице, и во всех районах нашего города. Кроме всего прочего, сегодня уже две улицы получили новое дорожное покрытие. Это улица Георгиевская, улица Мичурина. Там было грунтовое покрытие, сейчас там уже асфальт. На сегодняшний день из запланированных, если говорить в квадратных метрах, поскольку ширина дорожного полотна бывает разная, бывает одна полосная дорога, двух, трех, значит, это по плану 244 тысячи квадратных метров, которые мы сделать должны в этом году сплошным асфальтированием. Сегодня выполнено уже свыше 63%, освоено 28 миллиардов рублей. Ну, что особо приятно автовладельцам, я среди вот их числа, то, что эти работы ведутся в основном в ночное время, и ты не видишь дорожников в часы пик. Это очень похвально. А еще другой момент. Мы привыкли уже к ямочному ремонту. Означает ли, что от него отказались, и сейчас только капитально? От ямочного ремонта мы не отказались. У нас по плану до 1 июля необходимо было выполнить 5900 квадратных метров ямочного ремонта, и мы этот план сегодня выполнили. Почему? Потому что есть участки дорог, где ямочность ниже 10%, и там экономически обоснованно и рентабельно выполнять ямочный ремонт. Но, вместе с тем, мы сегодня уходим от ямочного ремонта посредством такой техники, как матпатчеры. Наш ДЭП, дорожно-эксплуатационное предприятие, приобрело сегодня 3 единицы техники, в том числе фрезу. И сегодня мы выполняем работы уже не отбойными молотками, а подъезжает фреза, фрезерует определенный участок или ямку, и после этого она закатывается там метр, два или три или десять квадратных метров, в зависимости от того, какую площадь мы вскрыли. Три единицы на такой большой город, как Брест, это много или мало? Ну, я скажу так, что объем инвестиций в основные средства, это порядка 4,5 миллиардов рублей. Это достаточно много сегодня для предприятия, и если мы каждый год будем вести обновление этой техники, и приобретать что-то новое, то это будет очень даже хорошо. Вот самое ближайшее время, где появится новое полотно, вот ко дню города? Ко дню города появится в самом центре, вы видите, ведутся работы, мы начали их в воскресенье ночью, правильно заметили, мы сделали, скажем так, работу над ошибками, когда город в часы пик особенно утром и вечером становился из-за того, что одна полоса бывает перекрыта для дорожных работ. Сейчас основные работы мы выполняем только в ночное время. Ну, во-первых, это еще и хорошо для людей, вы видите, какая жаркая погода стоит, и достаточно сложно работать сегодня с асфальтом, когда днем 30 градусов жары. Вот. Улица, которая будет сделана к дню города, это участок от улицы Советской до улицы Ленина, это проспект Машарово. Владимир Федорович, я заканчиваю наш разговор, не могу не спросить, если вот, допустим, жильцы определенного двора считают, что у них не совсем хорошая дорога там, где они проживают, что им поступить, какое алгоритм действий для того, чтобы приехали к ним дорожные строители? Если это дворовая территория, которая находится на обслуживании, то есть жилищный фонд, который на обслуживании нашего ЖРЭО, то необходимо обратиться туда, в ЖРЭО. После этого выезжают специалисты, инженер, который имеет соответствующую подготовку образования, он определяет объем работ, и, значит, это включается в план финансирования. Только после этого мы приступаем к выполнению работы. Спасибо большое, Владимир Федорович, что вы нашли время и пришли к нам в гости. Вам хорошего дня и с наступающим праздником. Спасибо, вас тоже с праздником города. Всего доброго. О дорожных работах в Бресте говорили с генеральным директором Брестского городского ЖКХ Владимиром Аутко. 23 июля 240 лет назад, в 1774 году, 20-тысячная армия Емельяна Пугачева ворвалась в Казань и учинила там массовую резню и погромы. На следующий день повстанцы были выбиты из города царскими войсками. Сторонники Пугачева понесли огромные потери, а часть его войска была взята в плен. 23 июля 1881 года в бельгийском городе Льеже была учреждена Международная федерация гимнастики, старейшая в мире спортивная организация. Сначала в организацию входили всего три государства – Бельгия, Нидерланды и Франция. К 1897 году в ней насчитывалось уже 17 стран. 1900 год. В Париже открылся метрополитен – один из старейших в мире. Сегодня Парижское метро занимает второе место по загруженности среди метрополитенов Европы, после Московского. Это примерно 5 миллионов пассажиров в день и шестое место в мире. В этот же день в 2000 году был открыт новый естественный спутник крупнейшей планеты Солнечной системы – Юпитера. Это самый маленький по размерам спутник из всех известных. Его диаметр составляет всего 4 километра. Открытие сделано астрономами Университета Аризона и подтверждено обсерваторией Массачусетса. 2002 год. Ученые получили подтверждение одной из самых загадочных легенд – о существовании морских чудовищ. На острове Тасмания на берег выбросило гигантского кальмара. Весил он четверть тонны, а длина его щупальцев превышала 15 метров. Вы смотрите «Утренний эспрессо». Более 2,5 тысяч молодых людей временно трудоустроены этим летом службами занятости Брестской области. Школьники и студенты работают и помогают в подготовке учреждений образования к новому учебному году. Наводят порядок на улицах городов, облагораживают памятники и мемориальные комплексы. До конца каникул остается чуть менее полутора месяцев. За это время подработать смогут еще как минимум 2000 юных жителей региона. Конечно, хватает времени работающей молодежи на участие в различных интересных мероприятиях. Недавно в Бресте определились лучшие игроки в Лазертаг. Мальчишки сегодня, как и 70 лет назад, играют в войну. И это турнир по внеаренному Лазертагу. Всего 10 команд, стратегов и тактиков. Не теоретиков, практиков, асов и новичков. Новичков? Каково это в первый раз? Круто! Просто супер! Мне нравится! Такое ощущение, как мемори... Воюешь, борьба, адреналин вырабатывается. Интересно очень. Главное попробовать, начать, а остальное пойдет. Это было безумно страшно. Я не знала, куда я иду. Я не знала, что здесь будет. Я не знала, что мне вообще ожидать. Но когда я пришла, нас играло 12 человек. В общем, это были люди самого различного рода деятельности. То есть по профессиям, по возрасту. Это были дети от 12 лет и заканчиваем взрослыми мужчинами 40-45 лет. Это был очень интересный бой. Для всех это было в новинку. Это было больше года назад. Мы популяризируем непосредственно как физподготовку, для того, чтобы наша нация была здоровой, сильной. Ну и, конечно же, еще одно из направлений – это отвлечь тоже молодежь от компьютеров, от мониторов. Реальное – вы держите его в руках – оружие. Реальное поле боя – реальный адреналин. Другое дело, что это все же не война, а игра с применением новейших технологий, которая активно развивается в Беларуси уже года два. Суть в том, чтобы захватить базу противника, если это предусматривает сценарий. Или просто поразить врага – выстрелом в голову, потому что именно на голову участники турнира надевают специальные повязки с сенсорами, регистрирующими попадание. Здесь есть и снайперы, и штурмовики. Здесь один в поле не воин, даже если в тире он выбивает 10 из 10. То есть это командная игра. То есть тут нужно думать головой. Тут неважно, хорошо ты стреляешь или плохо ты стреляешь. То есть чем больше ты думаешь головой, тем больше ты выигрываешь. Выработать стратегию, помнить про тактические маневры, шмелить ногами и стрелять. Причем, несмотря на количество оружия, лазерта – абсолютно безопасный вид спорта, даже когда в тебя попали. Ведь это инфракрасный луч. И страшнее, чем в пульсе от телевизора. Именно потому не только мальчишки, но и девчонки любят этот новый вид спорта. Со временем меняются полигоны, усложняются сценарии, увеличивается арсенал, а главное – накапливается опыт, вырабатываются рефлекторные реакции, и ты становишься выносливее, ловчее, хитрее и изворотливее. Привыкаешь оценивать ситуацию за доли секунды и действовать, что в реальной жизни отнюдь не бесполезно. Тем более для представительниц слабого пола, которые все же остаются дамами, даже с винтовкой в руках. В любом случае защищают, в любом случае поддерживают, и здесь ты даже иногда чувствуешь себя больше девушкой, чем за воротами, как говорится, барышня с цветком. Некоторые занимаются футболом, волейболом, плаванием, а я лазертак – это сугубо мой образ жизни. Помимо сценарных боев за базу, в рамки турнира уместились веревочные курсы и пинтбольный тир, а вот драйв, который получили участники, почти сразу вышел за рамки просто хорошо проведенного летнего дня. Не забываем про злободневные вопросы. В жаркую погоду возрастает вероятность заболеть острыми кишечными инфекциями. И сейчас, к примеру, в Бресте зарегистрирован значительный рост заболеваемости. В целом же за июнь в области отмечено 111 таких случаев. Чаще болеют дети в возрасте до 3 лет. Наиболее опасными пищевыми продуктами являются скоро портящиеся, в том числе салаты, заправленные майонезом или сметаной, кондитерские изделия с кремом, мясные изделия. Еще один путь передачи возбудителей это загрязненная вода. Поэтому, отправляясь на отдых, специалисты рекомендуют всегда нужно брать с собой запаски печеной или бутилированной воды. Следим за здоровьем и погодой. Субтитры создавал DimaTorzok А вот школьники из Лунинецкого района наверняка еще и следят за погодой в Поднебесной. Они совсем скоро поедут в Китай. В группу включены более 25 детей, которые являлись призерами на различных этапах предметных олимпиад. Планируется, что в августе дети посетят резиденцию Сун Циньлин, Национальный музей, Олимпийские объекты Китая, Великую Китайскую стену. Побывают и на других культурных объектах. О своих пока не сбывшихся мечтах самые маленькие зрители Утреннего Эспрессо прямо сейчас. Не пропустите. Ну, там должны быть качели, цветы, там все это у кошели, там столик какой-то, песочница, ну, там горьки там могут быть. Я хотела бы, ну, такой друг, там где площадка не такая, как у нас поменится, а там еще одна, только это другая уже. А мы на нее тоже едем на другую. И я как бы гуляю так вот, не озгуриваюсь, боюсь, что расстроить должен быть. качели, горки, чтоб кататься, песочница, чтоб копать. И все. Горка, качели. Я хочу, чтобы у меня была вот такая горка, самая хорошая в мире. Я хочу, чтобы у меня была вот такая база. Я хочу, чтобы там были очень классные качели. Там еще я хочу, чтобы были талелки, вот такие качели. Я хочу, чтобы были вот такие машинки, вот такие качели. Они так называются. И еще хочу, чтобы было очень много сариков. Ибо тут я хочу. Я мечтаю, чтобы там было чуть-чуть поменьше. Ну, как у нас там. Там у нас ракеты есть, но там их хоть все малые, все тройки. Заодно там не очень много сделано. И мы там, знаете, как играем? Как будто там это дом, а где нет ничего, то это уже улица. А дом, где что-то там есть. Мальчики иногда играют, знаете, во что? Пссс, в полицейских. Иногда играют в сайдапы. Там плохих надо набиться. Я тоже раньше не играла. И себя сажаю. Иногда мы с девочками играем в Винск. Если такая, там Винск, сила есть укусов, какие-то там змеи, сила есть с коричневыми волосами, сила природы есть у нее. Там еще могут быть ну такие деревья. И там должны быть цветы, чтобы все деревья в цветах так бы украшались. И чтобы там было очень красиво, и деревья были в таких емточек даже, ну как юбка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Расстояние от солнца до земли Если принимать за единицу То не так уж мы недалеки Чтоб не пригласить тебя на пиццу За окном в барашках океан Теплый ветер пальмам рвет плечо Сквозь всплывают волны кораблям Горизонта тонкую полосу О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Все другие лица Даже свет большого очага Потускнел и стал мне так искриться Я смотрю с восторгом на тебя Затаив дыхание и движение А потом жалею только я То, что ты в моем воображении В стареньком кафе В злопы тусклый свет Поспешит сегодня только ветер Чтоб за горизонт Отнести привет Самое удивительное на свете В стареньком кафе В злопы тусклый свет Поспешит сегодня только ветер Чтоб за горизонт Отнести привет Самое удивительное на свете На свете В злопы тусклый свет Музей истории города Бреста Музей истории 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 Бреста Я думаю, как бы раньше пыталась рисовать такую большую мангу, где-то вот сколько нарисовала, оказалось, нарисовка очень плохая. Получается, с каждым листом совершаются рисовку и посмотришь самые первые, но никакие. Эти ребята постоянно заняты творчеством. Например, сейчас готовятся к очередному фестивалю, который скоро пройдет в Беларуси. Во время подготовки начинается самое интересное – косплей. Это значит достоверное воссоздание любимого персонажа, включая копирование костюма. Получается такой своеобразный театр, но лишь внешним сходством фанатов аниме не обманешь. Важно вшиться в образ. Я Тотара из фильма, ну из аниме-фильма Моссиса Тотара, который был выпущен в 1988 году. Это добрый персонаж, он является духом леса. Ну он такой добрый, достаточно большой, ну как, не знаю даже сказать, как добрый добряк, скажем так. А вот так выглядит японская уличная мода. И хотя в нашей стране косплей только набирает обороты, уже сейчас костюмы некоторых ребят отличаются высоким уровнем соответствия оригиналу, богатством отделки и прочим антуражем. Этот стиль субкультуры называется «Лолита», но это не имеет никакого отношения к Набокову, как могли бы предположить многие. Этот стиль основан на платьях эпохи рок-коко, и мы представляем добрых, честных девушек. Для многих ребят аниме – это весь богатый мир Японии. Иногда, чтобы понять его глубже, они погружаются в историю и даже немного изучают чужой язык. Я не только остановилась на помиксах аниме и риши, я увлекаюсь японской культурой, то есть это синтоизм, храмы. У меня есть, как и у всех анимешников, мечта туда попасть, в Токио, особенно в Акихабару, в Мекку анимешнику. А теперь новости для любителей сладкого на завтрак и не только. Мягкие вафли от столинских производителей. Такая новинка поступила в продажу в торговой организации «Брещины». Импортозамещающая продукция произведена на Столинском хлебозаводе в филиале открытого акционерного общества «Берестейский пекарь». Там начала работу литовская автоматизированная линия по выпуску данного вида кондитерских изделий. Производительность линии – 430 килограммов в смену или же 650 килограммов сэндвичей с начинкой. На полную мощность линия заработает к августу-сентябрю. Тогда мягкие вафли столинских производителей появятся и в торговых точках республики, и за ее пределами. Пока же записываем еще один рецепт от шеф-повара отеля «Эрмитаж» Ивана Гринина. «Доброе утро! Сегодня я проснулся с мыслью о том, что стоит не только есть вкусную, но и правильно здорово сбалансированную пищу. Поэтому сегодня я приготовлю лосось под соусом сальса верда с овощами. С вами шеф-повар ресторан «Эрмитаж» Гринин Иван. Для этого блюда нам понадобится лосось, несколько видов зелени – это базилик, петрушка, лимон, лайм, помидоры и цукини, баклажан, перец для гарнира. Сначала я приготовлю соус. Возьмем зелень, петрушку, базилик. Оторвем от стеблей. Нам нужны только листья. Подготовили. Это вполне нам будет достаточно. Мелко перережем. Возьмем половинку лимона. Выдавим сок лимона. Если попадут семечки, это не страшно. Их можно всегда вытащить. Половинку лимона. Тщательно выдавливаем. Теперь нам попадаем с помидорами. Для того, чтобы очистить помидоры от кожи, сначала я их надрезал и вывестил в кипяток. Что позволит нам спокойно убрать кожу с помидоров. И мы его мелко нарежем. Практически все в кашу. Соус сальса верде я в основном использую к рыбе. Потому что в него входит много сока лимона и лайма. Что придает необходимую кислинку для рыбы. Осталось нам добавить немножко оливкового масла. И тщательно это все перемешать. Даже, я скажу, потолочь и создать однородную массу. Немного посолим. Поперчим. Наш соус готов. Теперь нам необходимо поставить лосось на паровую баню и приготовить его. В то время, пока будет готовиться лосось, мы приготовим гарнир. Мы включили нашу кастрюлю с водой. Налили немного в кастрюлю масла. Посолили воду. Лосось мы сразу смажем немного соусом. И положим лосось на паровую баню. Накроем крышкой. И в течение 10-15 минут он будет готовиться. И мы не будем на него обращать внимания. Теперь мы приготовим овощной гарнир для нашей рыбы. Для приготовления гарнира я буду использовать вот такой вот очень странный предмет. С помощью этого предмета я буду вырезать шарики из перца, баклажана и цукини. Берем цукини. И вот таким вот движением мы вырезаем вот такие вот шарики. Вот по пять штучек каждого. Достаточно. И баклажан. Вот я навырезал тут кучу шариков. Но если у вас дома не найдется такого предмета, то стоит просто нарезать обычным ножом той формы, которая вам нравится. Все эти овощи. Теперь их необходимо сбланшировать. Наливаем немного масла. Сразу посолим в сковородку. Достаточно так обильно. И закинем наши овощи. Мы их немного обжарим и потом добавим немного воды, чтобы подтушить. Ассоя практически уже готова. Мы добавили немного жидкости в наши овощи. Сейчас мы их немного потушим. Добавим немного к овощам нашего соуса. Все это перемешаем. Лосось готов. Овощи готовы. Осталось все только скомбинировать и украсить. Выкладываем лосось. Овощи. Разбрасываем это все по всей тарелке. И как-то так. Еще немного соуса. Все это поливаем. Немного масла. И свежий, не маринованный уже зелень. Наше блюдо готово. Сегодня мы приготовили лосось в соусе сальсоверда с овощами. С вами был шеф-повар ресторана «Ромитаж» Горинин Иван. Приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Таким было очередное июльское утро вместе с утренним эспрессо. На этом сегодня все. Меня зовут Денис Липкин. Для тех, кто собирается на работу плодотворного дня, хорошего отдыха тем, кто в отпуске. Ну а для всех без исключения отличного настроения. Увидимся на телеканале «Беларусь-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин